всем привет дорогие зрители сегодняшнее видео я вам расскажу еще об одном компоновщики который называется linear layout он также является прослойкой activity и размещенных нем виджетами этот компоновщик linear layout позволяет располагать виджет ну то есть элементы activity то есть элементы приложения в линию то есть в ряд по горизонтали и и поверь и по вертикали как вы видите сейчас на своем рисунке вот таким образом можно разместить элементы по горизонтали а вот так можно разместить элементы по вертикали эти элементы он располагает зависимости от весов которые за ним которые мы устанавливаем для виджетов то есть специальный атрибут лая атрибут layout вейт которому мы в качестве значения присваиваем вес весом может выступать любая цифра 1 2 3 0,5 полтора и с помощью вот этих весов мы регулируем то пространство которое виджет может занимать внутри линер лаяута но как я говорил ранее что любую технологию лучше всего просматривать на фактическом на фактическом примере то есть на практике поэтому мы продолжим нашу такую уже тенденцию с прошлого урока мы также посмотрим пример на по мотивам игры mortal kombat на примере карточки бойца к которым информацию заполним в ряд сначала по горизонтали а потом посмотрим как это все будет по вертикали и так приступаем давайте рассмотрим пример по компоновки элементов экрана в ряд с помощью компоновщика линер лаяут смотрите у меня по умолчанию вот констрент лаяут до в активе ти он по умолчанию тут не обязательно может быть констрент лаяут может быть и линер лаяут ну по умолчанию создается констрент лаяут поэтому я оставил у меня есть 4 виджета это имидж view то есть циркл имид циркл имидж view это короче изображение дальше идет текстовое текстовый виджета в котором мы это отображается имя бойца получается далее у нас идет текстовый виджет с названием фракции который боец относится и изображение то есть кнопка ну то есть как бы кнопка в виде изображения имидж батон который символизирует но переход какие-то детали или какое-то описание вот 4 виджета я их по умолчанию вот в каждом есть специальные приписки специальные пицца не в каждом есть специальные атрибуты которые указывают на местонахождение их на экране я по молчанию сделал в левом верхнем углу но это не суть важно на самом-то деле итак нам нужно сделать так чтобы они были выстроены в ряд погодь начала выстроим по горизонтали потом покажу как выстроить по гре по вертикали значит для того чтобы выстроить эти элементы по горизонтали нам нужно создать компоновщик в линию то есть лидер лаяут ты у меня у меня пакет android x поэтому я выбираю вот этот линер лаяут компейт выбрали здесь значит так как мы размещаем все это по горизонтали то есть ширину то то в ширина должна быть на весь экран поэтому мы указываем мы поэтому мы указываем значение match parent по высоту мы указываем по контенту в рэп контент и спускаем чуть ниже закрывающийся тег мы спускаем чуть ниже теперь все что нам нужно нам нужно это вот скопировать все эти виджеты да вот мы скопировали я их вырежу и мне нужно вставить внутрь иные лаяут вставляем но это еще не все видите в ряд но как-то некрасиво в ряд нам нужно теперь во первых вот в каждом виджете нужно убрать вот это вот эти атрибуты которые устанавливают местонахождение для контейнера констрент лаяут так как он мы уже их поместили в линер лаяут в них нету смысла поэтому вот эти контейнер вот эти атрибуты убираем в каждом виджете по умолчанию линер лаяут размещает внутри себя элементы в ряд по горизонтали но также у линер лаяута есть специальный атрибут который как бы указывает какому и в каком направлении размещать элементы давайте внутри линер лаяут создаем создадим атрибут android orientation и горизонтал укажем все лично так как линер лаяут находится внутри констрент лаяута нужно определить местоположение его так как по ширине мы мы и разместили на весь экран то нам нужно только по вертикали определить его местоположение давайте видим и layout constraint короче мы будем размещать его у верхнего края родителя так отлично теперь нужно определить теперь нужно нам настроить местоположение элементов внутри линер лаяута линер лаяут отводит каждому элементу определенное место то есть определенный размер определенное место который каждый элемент может занимать в этом контейнере линер лаяут эти размеры можно регулировать размеры которые занимают каждый виджет внутри линер лаяута можно регулировать с помощью так называемого веса теперь для того чтобы определить пространство которое занимает каждый виджет внутри линер лояута нужно сделать в данном случае его ширину по всему по на весь экран то есть установить матч пара то есть так как мы как были нерло я вот отобразили сделали по горизонтали то есть все элементы будут размещаться по ширине то для регулировки пространство которое будет занимать каждый виджет нужно установить также ширину во всю ширину если мы если бы мы дело размещали элементы по вертикали то есть линер лояут был бы вертикальный то мы в да наоборот высоту делали на весь экран сейчас вы все поймете давайте у всех ширину сделаем матч пэрэнд матч пэрэнд видите остальные уже становятся невидные элементы потому что мы все делаем на весь экран как как увидите вот этот первый элемент он он закрывает другие элементы для того чтобы определить для каждого элемента пространство которое он должен занимать в линер лояуте мы должны вести так называемые веса то есть установить то пространство которое будет занимать каждый виджет давайте начнем с первого виджета задаем android вводим и задаем атрибут вэйдж называется вот лаяут вэйдж давайте сначала зададим у всех одинаковый вес по единице что равномерно распределить пространство между всеми виджетами единица ведь и сразу ушел первый виджет потому что остальные у нас указаны как на весь экран этот уже имеет вес поэтому он сдвигается теперь все что нужно нам сделать в остальных всех виджетов установить вот этот же вес видите второй виджет уже исчез сейчас третий виджет исчез и четвертый виджет как смотрите что у нас получилось вот первый виджет в ряд второй виджет в ряд третий виджет на два слова видите он разбился на две строки потому что контент не вместился в ячейку которую мой которую мы для него выделили и вот четвертый ряд понятно что нужно мне необходимо для 2 3 дать больше места для 4 можно вообще мало места дать для того чтобы уменьшить пространство которое за не занимает 4 виджет вот эта кнопочка нам необходимо изменить его вес чем больше вес мы указываем тем меньше меньшее пространство данный виджет будет занимать давайте укажем вот у четвертого виджета в этой кнопке вес полтора ставим точку и 5 ведь слишком слишком мало он места занимает нужно давайте другое наоборот ближе давайте немножко увеличим его вес 1 и 4 вот уже больше и 1 и 3 так отлично и теперь давайте также уменьшим 1 1 виджет изображения установим давайте у него давайте 1 и 1 а если 1 и 2 давайте давайте все-таки нет 1 и 1 давайте теперь посмотрим что у нас получилось у нас в ряд расположились виджеты изображения затем назвал имя бойца фракция и кнопка подробнее кнопку подробнее даже можно вниз спустить давайте спустим немножко вниз андроид а давайте так попробуем по центру выровнять gravity центр смотрите с помощью лоялых gravity мы располагаем сам блок посередине того блока в который он включен с учетом пространства которым он ему оба для этого отведено то есть мы на него отведено для этого вот это вот это такая вот ширина небольшое пространство которое мы заняли которое мы указали и он поэтому не может влево смещаться но он может смещаться по вертикали и поэтому он занял положение по центру если бы он был бы на всю ширину топ он бы разместился здесь серединке теперь давайте посмотрим что у нас получилось давайте для того чтобы сделаем вот это и забрать за вы давайте сделаем название имя бойца в две строчки для этого установим у него вес 1 и 3 потом фракция 1 и 3 и видите из-за того из-за того что мы уменьшили размеру этих двух блоков фракции и мини бойца кнопка растянулась но получила большее место для для с вами больше пространства для себя поэтому мы можем либо уменьшить кнопку либо растянуть большую картинку сделать шире давайте сделаем шире картинку установим для нее размер допустим 0 8 или не 8 на самом деле единичку можно поставить вполне и ну вроде все нормально как вы видите темы все в ряд отобразили изображение бойца то есть аватар изображения имя бойца фракция и кнопка давайте сейчас скомпилируем наше предложение и отобразим на смартфоне для этого где подключил смартфон к ноутбуку и кликаем по запуску компиляции вот по play и выбираем ваше устройство и ok и запускай 100 запускается компиляция с у себя на экране видите скриншот со своего смартфона посмотрите мы вряд расположили элементы сначала изображение бойца потом имя бойца потом фракция и кнопка подробнее то есть мы распределили по горизонтали так как мы хотели бы чтобы данные виджеты занимали определенное место конечно все это вы наглядно будете видеть мои последующих уроках на как прям когда мы на практике будем все это проделывать подробно теперь давайте разместим данные элементы по вертикали все что нужно делать компоновщики линер лаят компейт горизонталь поменять на вертикали видите как-то некрасиво все а все потому что у нас ширина на всю на весь экран а высота по контенту нужно сделать все наоборот высота на весь экран ширина по контенту для того чтобы все правильно разместить иначе в данном случае веса не работает потому что веса работают только с параметром match пиран с раб контент или сдп в абсолютных единицах веса не работает только они работают только smart парен поэтому ту сторону ширины или вас и высоты в зависимости от того по какой ориентации вы хотите расположить элементов нужно определенную сторону сделать матч пиран и указать веса только в том случае все заработает если мы располагаем по горизонтали то если мы располагаем элементы по горизонтали то этих элементов ширина должна быть match parent а если по по вертикали то этих элементов должна быть высота match parent меняем значит в раб контент а высота match parent и для того чтобы не занимать слишком много времени это все сейчас копирую да и в этом случае компоновку по центру нужно убрать новое выравнивание по центру да и имеет смысл каждую виджет после изображения смустить на на 5 дипи ну ну на какое-то пространство даже не на 5 а имеет смысл на 25 каждый элемент спускаем кроме изображения конечно так ну и кнопочку имеет смысл смысл android я с и слева отступы задать также 25 и там мало 55 75 вот так отлично вы сейчас на экране увидите в скриншот скриншот результата того что у нас получилось смотрите в этом случае мы разместили все по вертикали сначала идет боец потом имя потом фракции потом уже кнопка на самом деле liner layout это самый распространенный компоновщик его очень хорошо его очень часто используют так как он позволяет безупречно располагать элементы на экране в ряд причем это расположение не искажается в зависимости о телефонах то есть ну как бы вы столкнулись с тем что на самсунгах одно элементы выиграли где выглядят по одному а на таких телефонах китайских как huawei и элементы могут могут не обязательно но могут выглядеть как-то более искаженно то есть не не такие отступы что-то может съезжать так вот если вы компонуете через liner и устанавливаете веса то на всех смартфонах на стопу со стопроцентной гарантии будет выглядеть все одинаково если вы используете констерент лаял там уже надо чуть подстраивать но тоже на 80 90 процентов будет все шикарно выглядеть опять же все приходит с опытом поэтому вы смотрите для этого вы смотрите эти видео уроки чтобы набрать целого опыта на этом обзор этого компоновщика завершён следующем уроке мы поговорим о вложенных компоновщиках я вам покажу как один liner layout может содержать другие liner layout и то есть мы будем уже строить с вами более сложные конструкции